К велодорожкам в Рязани отношение особое. В 2017-м, например, сообщалось, что рассматривалась возможность соединить велодорожка Лыбецкий бульвар с Центральным парком культуры и отдыха. Проект был подготовлен еще в 2014 году, но на практике оказалось, что дорожка длиной всего 400 метров. И проходила она под мостами улиц Маяковского и Яхонтова. И в том же 2014 году автомобильный техникум эту дорожку перегородил. А по подсчетам велосипедистов, велодорожек в Рязани всего две. Одна из них располагается в парке рядом с Европой, это в Дашково-Песочной. Там совсем небольшое протяжение этой дорожки и проектировано так, что очень часто по ней и пешеходы гуляют, и маленькие дети. Поэтому фактически толком она не используется. С такими велодорожками любителям этого вида транспорта только и остается, что ездить либо по тротуарам, где это возможно, пытаясь не создавать помех пешеходам, либо по дорогам. И покататься в разрешенных местах особо негде. Новость о том, что в городе появятся 54 велодорожки, Михаил знал. И как велолюбитель высказал свои пожелания, где их можно расположить. Первое, это, конечно же, лесопарк. Но при входе там висит знак «пешеходная зона». А это значит, что на велосипеде там ездить нельзя. Но в лесопарке выезд какие хорошие и корешку. Не помешает велодорожка и на почтовой, добавляет Михаил. Там тоже есть знак «пешеходная зона». Но велосипедисты по улице ездят. Притом их немало. На том же самом Первомайском проспекте, если бы это было реально, было бы здорово. Потому что опасная езда по тротуару и опасная езда, в общем-то, из-за общественного транспорта и маршрута по проезжей части. Ну, в остальном, наверное, точно так же парковая зона. То есть СКПО вполне себе тоже сейчас с детьми очень много людей гуляет. И просто страшно. И ехать на велосипеде можешь не остановиться. Ну, и за родителей страшно, потому что дети. Вопросы в том, какими новые велодорожки будут и где их разместят. Михаил много ездил по городам России и говорит, что там ситуация с этим не лучше. Что касается городов по России, к сожалению, у нас велодорожки сделаны по принципу. Вот есть тротуары, вот вам небольшой кусок тротуара, там что-то нарисуем, и будете ездить. По-хорошему, конечно, это должна быть или отдельно стоящая, та же самая проезжая часть, небольшая для велосипедистов, да, отделенная там чем-то. Ну, чтобы пешеходы лишний раз не заходили, и автомобилисты. Либо возвышение. Ну, у нас, к сожалению, такое не делается и не предусмотрено стандартным строительством. Все 54 велодорожки появятся в Рязани через 13 лет. Протяженностью они будут больше 70 километров. А уже в 2019 году появится в городе и велошеринг. Система общественного проката велосипедов. Берешь их на одной парковке и возвращаешь на другой. Вот только где кататься в городе на арендованном транспорте, когда в нем всего две велодорожки, неизвестно. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».